За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения. В штабе сообщают о том, что по сравнению с предыдущим днем, ситуация вдоль линии ограничения существенно не изменилась. Ворог намагался спровоковать наших военных огнем с стрелецкой оружием. На Донецком направлении зафиксировано один военный обстрел. Против 40 минут боевики вели огонь с минометов калибром 82 мм и стрелецкой оружием, в частности и великокаліберной. Это произошло в районе Павлополя. Тогда в бок наших опорных пунктов ворог выпустил 8 мин. В Йемене с середины августа продолжает распространяться дифтерия. Заразились уже 514 человек, 48 из них умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Она обеспокоена высокосмертностью, которую несет это инфекционное заболевание. Нужно подчеркнуть, что больше всего пострадали молодые. Это дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет и дети в возрасте до 5 лет. Почти в 100 округах Йемена зафиксированы случаи заражения дифтерией. В каждом округе в основном 1-2 заболевших. Больше всего зараженных, примерно половина от общего числа, в провинции Иб. По мнению представителей ВОЗ, победить дифтерию даже труднее, чем холеру, которая также распространяется в Йемене. «Мы ожидаем, что максимальный уровень смертности от этой болезни будет ниже 1%. Но для сравнения скажу, дифтерия – более серьёзное заболевание и лечить его труднее. Ожидаемая смертность от дифтерии – 5-10%. В Йемене с 2014 года не утихает военный конфликт. Система здравоохранения почти разрушена, и у неё не хватает ресурсов для того, чтобы остановить эпидемию. При этом страна погрузилась в тяжелейший гуманитарный кризис. Почти 8 миллионов йеменцев страдают от недоедания и нехватки медицинской помощи. Дифтерия опасна из-за высокой интоксикации. Кроме того, может произойти закупорка дыхательных путей. Заболевания лечат с помощью антитоксической противодифтерийной сыворотки, а также ставят капельницы для очищения организма от токсинов. При сопутствующих инфекциях назначают антибиотики». В 2017 году поступления в местные бюджеты по сравнению с предыдущим годом выросли на 31% или 45 миллиардов 300 миллионов гривен. Не достигли уровня прошлого года 9 областей. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его словам, в общий фонд местных бюджетов в 2017 году поступило 192 миллиарда гривен. Самые высокие темпы роста местных бюджетов зафиксированы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Еще в 11 регионах рост этого показателя был выше среднего. Ровно в 6 утра во дворе храма в японском городе Нисиномиа раздался бой барабана, и почти 5000 мужчин и женщин ринулись вперед. Так здесь ежегодно начинается традиционный забег. Длина дистанции всего 230 метров, но награда стоит того, чтобы бежать изо всех сил. Победители на весь год закрепят за собой титул самого удачливого человека. Получить его можно, добежав до финишной черты быстрее всех и поймав одного из служителей храма. В этом году удача улыбнулась троим юношам. Самым везучим из них стал старшеклассник Куросу Сато. Как обладателя первого места его наградили бочонком саке – японского рисового вина. Однако выпить его 18-летний победитель по закону пока не имеет права, поэтому он решил просто угостить других. Я еще только готовлюсь поступить в колледж, но не буду эгоистом. Я поделюсь своей удачей со всеми и надеюсь увидеть улыбки на ваших лицах. Храм в Несеноме посвящен святому, покровителю торговцев. История традиционного забега уходит корнями в XIV век. В день памяти святого местные жители приходили в храм, чтобы помолиться ему. Каждый старался опередить других. Со временем быстрая ходьба переросла в бег и появилось состязание. А служители храма стали официально объявлять победителя. Редактор субтитров А.Семкин